Здравствуйте, друзья! Письмо. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением и видео НИЕМ по поводу моей ситуации. Мне 28 лет, живу в небольшом провинциальном российском городке. Здесь я окончил педагогический университет и аспирантуру. Кандидатскую диссертацию не защитил по специальности психолог. Но, проработав некоторое время, ничего себе небольшой городок, где аспирантура есть, ладно, проработав некоторое время по специальности, я понял, что эта профессия совсем не мое. К тому же вакансий по ней очень мало, вакансий мало, и все они очень низкооплачиваемы. Так как всегда испытывал интерес к компьютеру и программированию, то захотелось освоить профессию программиста и освоить ее основательно. Для этого планирую поступить в этом году в политехнический университет. Но проблема в том, что данная специальность имеет только очную форму обучения, и поэтому учиться придется еще минимум 4 года, а то и 6, если на магистр. Скажите, пожалуйста, реально ли получить работу программиста в США в 32-34 года без опыта или с минимальным опытом, чтобы потом эмигрировать? Или лучше попытаться поступить после бакалавриата в магистратуру какого-нибудь американского университета, а после нее или во время нее попытаться найти работу? Хороший вопрос. Я бы, конечно, разбил вот этот вопрос на несколько. Потому что первый вопрос, в принципе, состоит в том, что вот если тебе 28 лет, можно ли вообще поменять профессию? Ну и в данном случае вот конкретно на там айтишника, программиста, да, ему нравится программирование. Это как бы одна задача. Вторая задача, не связанная напрямую, но как бы так, есть соприкосновение, конечно. Вторая задача, он говорит, а вот можно ли не вообще выучиться, а выучиться так, чтобы там 32-34 года, когда я получу своего бакалавра, или там даже, может быть, магистра, чтобы мне вот заодно за это меня взяли бы на работу в США. Это вторая задача. И я думаю, что, конечно, то, что этот путь начался не там, не в 18 лет, а, допустим, в 28, да, это как бы задачу усложняет. Потому что есть ребята, которые начали в 18, соответственно, они там, ну, им уже не, они магистра своего там получили в 23-24, а не в 33-34, и, соответственно, все это. Вот, кроме того, что сейчас тенденция такая, чтобы не брать из университетов, а брать тех, кто уже так, с опытом. Ну, точнее, не то, что можно, да, закон разрешает брать из университетов, но просто цена высокая, поэтому взять какого-то человека более-менее готового имеет больше смысла, чем взять такого, которого надо учить. В общем, там много чего накладывается. Значит, как бы я подошел к решению этого вопроса? Значит, я бы разделил задачи и сказал бы себе, вот есть одна задача, я решаю. И это задача как бы моего, моей самореализации. Я понял, что вот в этой профессии я не самореализуюсь. Это все замечательно было, то есть я и в аспирантуру человек закончил и так далее, и поработал по профессии. Но вот понял, что не его. И это, кстати, большой опыт жизненный. Это не пропавшие годы, как у нас там, как ГАЭ-210, вырванные годы. Нет, это не вырванные годы, это жизнь. И как бы это неплохо все. Значит, 28 лет он решил быть программистом. Что бы я сделал, честно? Наверное, там нету, вот в этом университете, где он там находится, в этом городе, наверное, там нет ничего, кроме дневной формы обучения. Но я предполагаю, что где-нибудь есть, наверное, форма какая-нибудь, типа заочной. Или, может быть, онлайновая, я даже не знаю. Но вот что-то есть такое, что позволяло бы ему и работать, и учиться одновременно. Вот это было бы идеально, потому что он учился бы, он бы работал, он бы совершенно по-другому воспринимал то, чему он учится, если он в это время работает. Есть, конечно, другой вариант. Есть вариант, когда он учится, да, на, как сказать, фулл-тайм, да. На дневном отделении. И при этом подрабатывает. Это тоже очень-очень распространенный вариант и совсем неплохой вариант. То есть, я бы только вот сказал, что, да, вот суммируя вот оба эти варианта, я бы сказал, что очень существенно, чтобы он учился и работал одновременно. Если он может больше работать, чем учиться, то есть, в смысле, удаленно как-то, да, учиться, в каких-то таких формах, или он работает, в смысле, учится там у себя в городе, и там же где-то работает, вот, ну, может быть так. Может быть, им вообще уехать надо из этого города куда-то, где много такой работы, как бы, может быть, где он больше подхватит на работе. Понимаете, если город относительно небольшой, даже областной, может быть, центр, но все равно там не технологически такой насыщенный, то, может быть, ему сложнее чему-то научиться, он же еще имеет перспективу такую иммиграционную в голове, да, то есть, ему надо ехать в такое место, я бы ехал в Москву, в Питер, может быть, я не знаю, как насчет Минска там у вас, но, ну, во всяком, ну, это как бы другая страна, но вроде бы можно, да, там есть соглашение, позволяющее работать тут и там, но я бы ехал в такое место, где можно было бы работать, и так вот, скажем, в какой-нибудь аутсорсинге, в офшорном чем-нибудь, то есть, чтобы он уже сразу там и язык подхватывал, и с иностранным клиентом работал, на иностранных проектах работал и так далее, если все это по-серьезному, то есть, он же хочет и в профессию тоже серьезно, если хочешь в профессию серьезно, даже без иммиграционных намерений, надо же работать на серьезных проектах какого-то международного класса, да, тогда к своим там 32-34 годам у него и диплом будет, и уже опыт там 4-5-6 лет, это уже совершенно другой разговор, ну, совершенно другой разговор, и даже если он никуда не уехал, но он все равно в профессии состоялся, он зарабатывает хорошо, он какой-то такой другой жизнью совсем живет, и не ходит и не жалуется, что там вот у него профессия, за нее денег не платит, мало того, что работы мало, так еще и денег не платит, а тут у тебя будет профессия, где и работы много, и где платит хорошо, то есть, по-любому это очень правильно, и существенно, вот поскольку уже 28 лет, а не 18, с моей точки зрения, субъективно, существенно не тратить больше времени на то, чтобы раскачиваться, на то, чтобы, ну, как-то сказать, на то, чтобы делать какие-то вещи медленнее, чем можно было бы сделать, понимаете, нет времени на раскачку уже, уже пора очень-очень серьезно схвататься, и с тем, чтобы там, я не знаю, годам к 40, может быть, быть очень серьезным каким-то крутым специалистом в этой области и так далее, и встать на ноги, допустим, ну, допустим, за 12 лет, да, с 28, вот встать на ноги за 12 лет с 28 до 40, намного-намного-намного сложнее, чем, например, встать на те же самые ноги с 18, за 12 лет с 18 до 30, ну, просто 2, 2 разные жизни, понимаете, в профессии, то есть все это делается, я ничего не хочу сказать, но, но это сложно, намного сложнее становится, поэтому времени терять не надо, вот так, такое мое будет на пусте, давайте я вам покажу немножко природу, у нас сегодня дождь, вот такой хороший дождь, вы знаете, мы тут любим дожди в Калифорнии, потому что это как бы бонус такой, за исключением тех случаев, когда начинается очень интенсивный, что-нибудь заливает, знаете, какую-нибудь подстанцию зальет, там, грохнет какой-нибудь район, там, без электричества оставит, ну, это редко бывает, в основном у нас тут все как бы более-менее стекает хорошо, не затапливает ничего и так далее, вот такая замечательная природа, а сейчас у нас 9.30 утра, я еду в офис, у меня урок с утра, пару часов, полурока, можно сказать, знаете, как до обеда я учу, а после обеда там другой человек, был такой анекдот старый, про Чукчу, Чукчу говорит, давай мы тебя сделаем академиком, он говорит, я не могу, у меня олени, надо пасти оленей, ему говорит, ну, тогда сделаем тебя почетным академиком, он говорит, вот это другое дело, почетным буду академиком, а понечетным буду оленей пасти, вот, так вот и я сегодня, значит, до обеда одно, а после обеда другое, ладно, ребят, счастливо, и всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok